По поводу дома спуск Маринеска номер 14. Этот дом был включен в 2021 году в титул капитального ремонта. Департаментом городского хозяйства были проведены работы по изготовлению проектно-сметной документации, затем была проведена процедура торгов. Есть компания-победитель, с компанией-победителем заключен договор на производство работ по капитальному ремонту. Договор заключен в конце 2021 года. На сегодняшний день Департамент городского хозяйства в связи с тем, что при проведении данного вида работ будет проводиться процедура СС-2, подал документы для получения декларации о начале проведения работ. СС-2 это класс последствий, который предполагает наличие еще и контроля государственной архитектурно-строительной инспекции. То есть не только мы будем проводить контроль за производством работ, но и еще инспекция ГАСКО, поскольку это уже строительные работы повышенной сложности. В течение двух недель будет получена декларация, и тогда фирма-победитель сможет приступить уже непосредственно к выполнению капитальных ремонтных работ по данному дому. Проведено обследование всех квартир, которые примыкают к фасадной стене. Выданы предписания всем жильцам для того, чтобы на время проведения ремонта жильцы нашли себе возможность отселиться, для того, чтобы не было травмоопасных ситуаций, для того, чтобы возможно было спокойно и качественно проводить капитальный ремонт конструктивных элементов. Да, действительно имело место падение лепнины в одной из квартир этого дома. Эта лепнина висела после предыдущего обрушения с 2017 года. Это не конструктивный элемент, это обычная гипсовая лепнина. Мы проверили все маяки, которые были установлены еще в 2017 году. Маяки не треснувшие, то есть маяки показывают о том, что подвижек конструктивных элементов нет. Поэтому, как только мы получим разрешение Государственной архитектурной строительной инспекции на начало производства работ, тут же фирма приступит к выполнению этих работ. Технический надзор будет проводить Департамент городского хозяйства. Жители могут подать документы в течение недели, как только они соберут определенный пакет документов, который прописан этим постановлением. Там и справки с места работы, там и справки о составе семьи, там и документы, которые подтверждают, есть ли у них наличие другого жилья, либо это единственное жилье. То есть тут же, после того, когда будет собран весь пакет документов, мы готовим проект решения исполкома, и исполнительный комитет принимает решение, кому непосредственно и жители выделить временное жилье на период проведения ремонтных работ. Без отселения жителей ремонтные работы проводиться не будут, поскольку это сложные работы, это работы на конструктивных элементах, и при проведении данных работ должна соблюдаться техника безопасности. Естественно, проживание там жителей невозможно. С жителями мы беседу проводим. С теми жителями, у которых нет возможности либо снять жилье, либо переехать к родственникам. Естественно, после того, когда они соберут соответственный пакет документов, согласно постановы Кабинета министров Украины, мы будем рассматривать вопрос о выделении им временного жилья на период проведения работ, о чем все жители проинформированы.